Тест, тест. Раз, два, три, четыре. Всем добрый день. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, в комментариях, в чатике. Отлично. Отлично, что слышно, видно. Задваивает, видимо, комментарий он. Подключилось у нас на сегодня пока 16 человек. Вот уже час пик, я думаю, стоит немножко еще минутку, две, три подождать прибывающих. И начнем. А пока надеюсь, что у всех все хорошо, что все пребывают в оптимистичном настроении начала бурной деятельности, бизнеса. Спасибо. 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 Продолжение следует... Ждем еще немножко и начинаем. Продолжение следует... 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 Уникальное решение, то есть меньше и дешевле камеры нет. Вот эта камера с разрешением от 2 до 5 мегапикселей, поддержкой POE и поддержкой, что самое главное, взрывозащиты. В корпусе А50 исполнение 1 камеры делается. И стоимость их от 23 тысяч рублей и выше в данном случае в розницу, так как разная начинка и разная комплектация, козырьки и коннекторы, кабельные вводы, вот они и вносят свои изменения в цену, свои корректировки. Сделан этот корпус этой камеры из алюминия, крашеного алюминия. Далее, интересная камера для применения в СИЗО, для применения в тюрьмах и так далее, где необходимо обеспечить трудность доступа к камерам. Вот, она не взрывозащитная, но зато она антивандальная, сделана из оцинкованной стали. Также объектив у нее фиксированный, здесь он 2,8 мм, то есть дает широкий угол разрешения от 2 до 5 мегапикселей. Вот, и МРЦ по 25 тысяч рублей. И пара камер. Камера может быть изготовлена в нержавейке, либо в алюминии. Вот, и иметь температурный диапазон от минус 40 или от минус 60 градусов Цельсия опционально. Вот, и, что примечательно, камера может иметь вариофокальный моторизованный объектив 2,8 мм. Вот, при рекомендованной розничной цене от 40 тысяч рублей, отвлекаясь здесь на чатик, ну да, может быть, у кого-то что-то им работает где-то не так. Но, тем не менее, у всех вроде остальных участников вебинара все работает хорошо, мы продолжаем. И премиум сегмент камер, это камеры расширенного функционала, то есть это камера, например, с дворником и ИК-подсветкой до 60 метров, в том числе и с объективом моторизованным, здесь 3,6 мм написано у нас. То есть камера может быть оснащена моторизованным объективом и даже трансфокатором, как у ПТЗ-камер. Вот, и ПТЗ-камера, собственно, камера с ИК-подсветкой. И нержавеющий куксус, также с дворником. Ее можно назвать скоростной поворотной камерой, только она не в привычном нам формате купольной скоростной поворотной камеры, а вот такой башни. Вот, что характерно еще для этой камеры, то что у нее нижний диапазон температуры, точнее, нижняя температура рабочая, это минус 70 градусов Цельсия. Вот, все эти камеры доступны уже сейчас. Вот, и для проектов от 50 камер можно рассматривать варианты какой-либо кастомизации на камерах Омни непосредственно. Вот, все проекты от 1, 2, 3, 5 камер будут выполнены на камерах торговой марки Риллион. Далее. Собственно, среди новинок камер Омни хотелось бы отметить долгожданную новинку, над которой долго работали, прошли огонь и воду. Лично я принимал участие в разработке этой камеры. Это мини-поворотная камера с трансфокатором 25 крат. Что отличает эту камеру? Это габариты. Собственно, это такая же классная поворотная камера, скоростная поворотная камера Омни Про с отличным качеством изображения, с высокой скоростью поворота, но достаточно маленькая. Она почти в полтора раза меньше, чем имеющаяся у нас на сегодня камера, которую мы имели на 20 и на 33 крата, что положительно сказывается на устойчивости этой камеры к ветру. Собственно, ее не так сильно трясет, и ее гораздо легче монтировать. Собственно, что уж тут говорить. Посмотрите, по сравнению с айфоном эта камера действительно не такая большая. Два с половиной айфона даже камера измеряет по айфону. Вот, и оснащена эта камера одним из новых процессоров iSilicon и зарекомендовавшей себя матрицей Sony IMX307 с достаточно высокой светочастительностью. Предыдущая камера – это камера для проектов в основном, конечно, проектов различного рода. Хотелось бы еще рассказать вам о мини-камере, которая была бы интересна для провайдеров, которые предоставляют услугу видеонаблюдения как сервис. В SaaS модное сокращение у нас на сегодня. Кто не знает, мы предоставляем, являемся партнерами компании Farpost. Вот, и на базе сервиса Farpost любой оператор, ну и не только, в принципе, оператор, конечно, могут организовать сервис видеонаблюдения как услуга. То есть продавать камеры, продавать хранилища к этим камерам и доступ к этим камерам и зарабатывать на этом день. Так вот, все мы знаем, что далеко не все готовы покупать дорогие камеры, например, домой и в офис. И это один из основных блокирующих факторов, наверное, распространения видеонаблюдения дома. У нас выходит, через два месяца мы ожидаем ее на складе, мини-поворотная камера, мини-PTZ 2T, и ее модификация DB – это камера с дуал-бендом, то есть поддержки 5 ГГц. В чем ее преимущество? Ну, во-первых, эта камера достаточно маленькая, она порядка 10 сантиметров в высоту. И самое важное, что это ПТЗ-камера с ценой розничной от 5000 рублей. Такого у нас еще не было. Эта камера сделана из высококачественного пластика, поддерживает аудиофункции, собственно, у нее есть встроенный микрофон и динамик. Качеству динамика мы уделили особое внимание. Для того, чтобы функция интеркома, то есть разговор с человеком, который находится около камеры, был максимально комфортен. Была максимально комфортна. Также стоит отметить, что эта камера запитывается через порт microUSB. И при необходимости временной установки данной камеры в какой-либо детской, например, или в другой комнате, можно просто эту камеру подключить к пауэрбанку и оставить, сколько вам необходимо времени. Собственно, вы получаете такой мобильный комплекс. Например, когда у меня был ребенок, я использовал подобного рода решения для того, чтобы оставить коляску на улице. Или оставил ребенка спать где-нибудь, не в его детской кроватке, а в другом месте, а тоже оставил камеру, чтобы наблюдать. То есть место медионе. Также в серии OmniPro, раз тенденция, в принципе, у нас к удешевлению, мы решили ввести вариофокальные камеры бюджетного ценового диапазона, которые используют попроще процессор и попроще матриц. Но, тем не менее, это все те же OmniPro с отличным качеством картинки и с моторизованным объективом. На сегодня моторизованный объектив – это, наверное, must-have такой. То есть очень трудно представить себе производителей, которые до сих пор предлагают камеры с ручным объективом. Это удобно и это экономит деньги на обслуживание. Камеры имеют нашу любимую функцию изиник. То есть это очень удобное подключение микрофона при запитывании камеры от POE. Вы можете запитать микрофон напрямую от камеры. Вам не потребуется внешнего питания. В каком случае это может быть полезно? Например, у камеры исполнения купольным у нее есть встроенный микрофон. Мало того, у нее есть все встроенный динамик. Вот. И если вы поставите эту камеру, скажем так, далеко от объекта, который вы желаете наблюдать, слушать, то качество звука вас вряд ли устроит, потому что микрофон имеет свои ограничения. Так вот, всего лишь используя микрофон, советую микрофон, что в LBRI мы являемся их партнерами. Вот. Всего лишь используя внешне активный микрофон необходимой направленности, необходимой чувствительности, вот, вы можете добиться желаемого качества аудио, при том, высокого качества аудио. Далее. Совсем недавно сделали проект, и хочу поделиться с вами, может быть, кому-то из вас будет полезным. Это камеры с оптическим портом. То есть у нас давным-давно в модельном ряде у меня были представлены скоростные поворотные камеры с портом 100 Base X, то есть это с портом 100-мегабитным для SFP-модуля. Ой, для SFP-модуля. Вот. На сегодня в нашем модельном ряде есть проектные камеры, как в купольном исполнении, так скоро появится и в исполнении будет, вот, у которых имеется два порта. Это привычный всем RG45, вот, и тысячный оптический порт, точнее, тысячный SFP-порт для подключения SFP-модулей, любых. По дефолту камера оборудована SFP-модулем на дуплекс LC. И сейчас хотелось бы передать слово моему коллеге, Наилю Тимканову. Он жаждет просто рассказать вам про новинки OmniBase. Вот. Наил, слышно видно? Вы же, что я подключился. Все, я отключаю. Коллеги, всем доброго дня. Надеюсь, все вы здоровы, все в добром здравии. Вот. И не терпится вам узнать о наших новиночках. Двигаемся дальше. Про камеры Base. У нас сейчас происходит некая, скажем так, модернизация модельного ряда. И если раньше у нас были только 2- и 4-мегапиксельные камеры, то сейчас у нас появляются камеры 5-мегапиксельные. Если вкратце, то 2-шки у нас в основном идут 25 кадров в секунду. Это либо фиксированные объективы, либо моторизованные. 4-мегапиксельные камеры, у них есть небольшое ограничение, они в максимальном разрешении могут подавать картинку до 20 кадров в секунду. Также есть фиксированные объективы, также есть моторизованные камеры. Но теперь при появлении 5-мегапиксельных камер мы решили, что в принципе 4-мегапиксельные камеры можно и заменить. Почему? Потому что 4-мегапиксельный сенсор, к сожалению, не так хорошо себя ведет в темноте, как 5-мегапиксельный сенсор. Для сравнения 4-мегапиксельный сенсор это OmniVision, а 5-мегапиксельный сенсор это Sony. Соответственно, мы перейдем на сенсор более качественный. Как вы видите на слайде, моторизованный объектив покажет обведен в пунктир. Это значит, что в скором времени появятся такие камеры именно с моторизованным объективом. Сейчас я вам расскажу о камерах, которые есть в фиксированном исполнении. Итак, камеры серии 2EU. Исходя из нашей номенклатуры, из названия камер, 2 – это количество мегапикселей, E – это серия на чипсете M-Star, и DFS U обозначает, что у этих камер есть USB-разъем под носитель информации. В целом, про камеры – это картинка 1920х1080, 25 кадров в секунду честных, сенсор Soying F23, также питание по пое. И что мы недавно начали камеры внедрять – это кнопка сброса на их хвосте. Довольно, скажем так, удобное решение, когда не нужно будет подключаться к камере издалека, просто подходишь и нажимаешь на кнопку сброса. Естественно, она сделана с герметичным колпачком. И прошу заметить, что розничная стоимость этих камер довольно низкая, даже в условиях нынешней ситуации с экономикой. Камеры Mini Bullet. Это знакомые уже, наверное, многим камеры. Отмечу, что у них довольно удобный механизм фиксации, то есть там всего лишь один винт, который поджимается, и, скажем так, крепление со стороны стены, и крепление со стороны камеры, скажем так. То есть там используется шарнир, и вам не нужно крутить 2-3 разных узла, чтобы выставить камеру как нужно. Просто одним действием это все выставляется. Это объектив 3,6 миллиметра и инфракрасная подсветка до 30 метров. Теперь же камеры купольные, скажем так, форм-фактор. Это 2,8 миллиметров объектив фиксированный, и К-подсветка чуть меньшего, скажем так, диапазона, 25 метров всего лишь. Ну, не всего лишь, а целых 25 метров. И дизайн шар в стакане. Это значит, что вам не нужно вскрывать купол, чтобы поменять, скажем так, угол, не угол обзора, а область обзора камеры. То есть это довольно удобно, и при этом вы не нарушаете герметичность камеры. Двигаемся дальше. Камеры 5EU. Исходя из названия, это 5-мегапиксельные камеры, также на чипсете M-Star и с USB-разъемом на хвосте камеры. Что есть из интересного? Как я уже сказал, что это сенсор Sony IMX335. Он выдает нам картинку 2592 на 1944 пикселя, но есть небольшое ограничение. А именно, это 15 кадров в секунду во всех разрешениях. Кто-то скажет, 15 кадров в секунду – это мало, но, честно говоря, это не так уж и мало. И мы для этого сделали специальное сравнение. И выложили ролики в YouTube, где вы можете четко посмотреть и сравнить камеры разных, скажем так, разрешений и разных сенсоров. И замечу, что розничная стоимость, опять же, этих камер довольно гуманна. За 5-мегапиксельный сенсор Sony я бы сказал, что это более зачем. Как я уже сказал ранее, мы сделали сравнение. Здесь вы можете наблюдать скриншот из нашего видео на YouTube, на официальном YouTube нашей компании, да, на нашем канале. А вот Антон прикрепил ссылочку в чат. Вкратце, что там происходит? Мы сравнили на нашем уличном стенде. Если кто-то был у нас на складе, то уже, наверное, видел эту, скажем так, установку с камерами. Слева вы видите 5-мегапиксельную камеру, справа 2-мегапиксельную камеру. Ну, очевидно, что соотношение сторон 5-мегапиксельной камеры позволяет вам видеть гораздо шире, ну, и заодно больше намного деталей. Да, здесь 25 кадров в секунду у 2-мегапиксельной камеры, но, тем не менее, я думаю, вы сделаете выбор и поймете, что 15 кадров в секунду – это не так уж и мало. Да, согласен, что когда-то и 6 кадров в секунду было неплохо. Еще один ролик – это уже мы взяли 4-мегапиксельную камеру на сенсоре OmniVision, который я ранее озвучивал, и нашу 5-мегапиксельную камеру. И опять вы видите, что угол обзора у камеры при вертикали больше. И, в принципе, 15 кадров в секунду и 20 кадров в секунду. Я думаю, что практически будет разница незаметна. При этом хочу отметить, что в данном сравнении есть еще и как камеры видят ночью, и там разница прям чувствительная. Советую посмотреть. Камеры с распознаванием номеров – это одна из новинок в нашей линейке. Это уже вариофокальная камера с объективом 5-50 мм, то есть угол обзора у нее довольно узкий. Из плюсов – это 60 кадров в секунду, необходимые для работы с распознаванием номеров. Это специальная прошивка, которая позволяет работать с аналитикой, с распознаванием прямо в камеры. То есть вам не нужно никакого стороннего пола, просто ставите камеру, и камера самостоятельно происходит в ней, обработка государственных регистрационных знаков. Также здесь стоит сенсор AMX 291. Это сенсор Sony. Это довольно чувствительный сенсор, который в темноте видит очень неплохо. И розничная стоимость – 55 тысяч рублей, что, в принципе, весьма сравнимо с комплектами из камеры, плюс сервер, плюс, скажем так, ПО, плюс лицензии, когда, например, если мы свираем сборку без встроенного распознавания в камеру. На этом слайде вы видите, как на веб-интерфейсе камеры можно посмотреть, что конкретно она распознает. То есть слева вы видите стоп-кадр, в котором фиксируется автомобиль. Российский распознает. Если не ошибаюсь, еще у нас есть порядка 15, наверное, стран, которые позволяют камеру распознать. Более подробную информацию можно будет уточнить у наших менеджеров, либо вот у нас, да. Соответственно, эта камера тоже у нас установлена на уличном стенде, на предельной, и вот мы тренируемся на проезжающих мимо автомобилях. Ну, на этом у меня, пожалуй, все. Более можно узнать у нас и у наших менеджеров. Не стесняйтесь, обращайтесь. А теперь, я думаю, пора передать слово Илье, нашему коллеге по цеху. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Если нетрудно, пожалуйста, также напишите в чате, хорошо ли все со звуком и с картинкой. Отлично. Сегодня меня удостоили такой чести рассказать вам про наши новые решения, которые мы для вас разработали по достаточно такой узкой специфике, а именно замер температуры. То есть сейчас ни для кого не секрет, ни для кого не новость, что в наших реалиях есть проблема, с которой мы активно стараемся бороться. То есть контролировать температуру и соблюдение индивидуальных норм, то есть масочный режим в различных местах скопления людей. Так как сейчас правительство меняет политику того, что разрешено для посещения, что нет, в связи вот с этими послаблениями оно очень вероятно, что издаст указания в обязательном порядке контролировать как масочный режим, так и контролировать температуру в местах скопления людей. Поэтому сегодня мы с вами обсуждаем то, какими средствами мы можем решить данный вопрос. На данный момент вы могли уже видеть, что во многих местах этот вопрос уже стараются решить, но путем ручных сканеров. То есть специальный человек находится на ресепшене чаще всего и замеряет температуру у посетителей. К сожалению, у данного решения есть все-таки те или иные недостатки. То есть, например, тот самый человек, который занимается замером температуры, во-первых, нужен тот самый человек, то есть какой-то отдельный сотрудник, который этим занимается. Во-вторых, если он постоянно контактирует с посетителями, есть немаленькая вероятность того, что он может точно так же заразиться, даже используя средства индивидуальной защиты. И при этом, так как это все-таки человек, там есть вероятность того, что, во-первых, будет допущена ошибка, то есть, например, человек пропустил одного из визитеров, и, во-вторых, я сейчас поясню свою точку зрения по поводу людей. Я вижу ваши сообщения в чате, за что спасибо. Обратная связь – это всегда хорошо. Итак, то есть, во-первых, человек все-таки может допустить ошибку, и еще немаловажный факт. Если мы говорим о местах, где поток людей достаточно большой, то есть это, например, торговые центры, аэропорты, где мы говорим не просто о том, что один человек, два зашло, а именно несколько людей одновременно. Люди с подобными сканерами, они все-таки создают очереди и задержку. Поэтому сегодня мы с вами будем разговаривать об автоматизированных решениях, которые могут либо полностью, либо частично решить данный вопрос. То есть, о постановке диагноза, как я вижу сообщение, тут, конечно, не идет речи. То есть, сейчас мы именно говорим про функционал именно определения температуры, и проверки того, что человек носит маску, то есть соблюдение масочного режима. То есть, помимо этого, автоматизированная система, она у нас дает, во-первых, статистику того, что люди в течение дня проходили, какая средняя температура. То есть, по каждому человеку мы видим скриншот его лица с температурой. И также, так как система автоматизирована, конечно же, мы можем создать уведомления, звуковое, световое, о том, что человек не надел маску, либо его температура выше нормы. И также мы можем, в принципе, установить турникет, то есть, связать существующую систему контроля доступа с данной камеры и пропускать только, например, по распознаванию лица, по карточке, плюс соблюдение масочного режима и удостоверение в нормальной температуре. Первым делом давайте сейчас с вами поговорим о таком продукте, как бесконтактный терминал для замера температуры. То есть, это прибор, который выполняет сразу же несколько функций. Он может как замерить температуру, причем точность данного замера и скорость весьма велики, то есть, здесь порядка 0,3 градуса за 0,2 секунды. То есть, это, по сути, моментальное измерение с хорошей точностью, с измеримой, с ручным датчиком, который также может распознавать лицо человека, то есть, контроль учета доступа, интегрироваться с SCUD и работать, по сути, автономно. То есть, это не система различных устройств, а отдельное устройство. Но если есть необходимость, и заказчик требует, например, передачу информации в какое-то специализированное ПО, это также возможно, то есть, открытый API дает нам такую возможность. Стоимость данного решения весьма демократична, то есть, таким способом мы можем все-таки заходить в проекты, где бюджет закладывается не очень высокий, но потребность в данном продукте есть. Следующее решение, то есть, если предыдущий терминал у нас замерял, как и большинство терминалов рынка, замерял температуру лица, то есть, это примерно область лба, второй продукт, мы можем видеть, что сканер у него расположен на правой части устройства, он замеряет температуру с такой же точностью и скоростью, но делает именно это по запястью. То есть, от человека требуется не просто подойти к нему, но и поднести руку, то есть, не прислонить, а на расстоянии порядка 2-5 сантиметров. То есть, все-таки это безопасность, это минимальное действие со стороны человека, но при этом мы также распознаем лицо, мы получаем в какой-то степени более надежный способ измерения температуры, потому что давайте представим ситуацию, что на входе в здание, то есть, в какой-то приемной, стоит данное устройство в осеннее или даже зимнее время, когда человек приходит с улицы, у него все-таки температура тела, лица, то есть, от открытого тела, скажем так, открытых участков, температура будет сильно отличаться. Поэтому измерение по запястью, оно дает нам все-таки более надежный способ измерения, потому что человек все-таки достаточно немного приоткрыть манжету, показать свое запястье устройству и получить температуру с точно такой же точностью, потому что датчик, по сути, тот же, изменяется именно способ именно распознавания, по какому участку тела происходит то самое измерение. В остальном функционал тот же. Единственное, опять же, отличие в том, что такое расположение датчика дает нам, опять же, выигрыш в стоимости устройства. То есть, это еще более демократичный вариант, и он будет довольно удачно, я думаю, смотреться в, например, каких-то частных лабораториях, медицинских центрах, то есть, где можно просто, в принципе, установить информационную табличку о том, что прежде чем пройти на ресепшн, нужно проверить температуру, либо, если требуется также интеграция со SCUD, то есть, это довольно просто можно сделать и установить там, скажем, труднятет, либо интегрироваться с уже существующим. Далее предлагаю вам рассмотреть сравнение наших решений, то есть, помни, с решениями конкурентов. Здесь мы видим, что, в принципе, данные продукты предлагают многие компании, то есть, конечно же, именитый HikVision, также небольшая, но растущая компания Promobot, которая тоже занялась данным вопросом, и Bivart. Справа, чтобы было удобнее, мы вынесли лучшие показатели по сравнению, то есть, здесь при беглом просмотре мы можем видеть то, что точность, в принципе, у всех устройств сравнимая, то есть, здесь нету какой-то кардинальной разницы, небольшое увеличение точности у нас у Bivart и Promobot, но в целом ничего критичного я бы не отметил. Далее, время измерения. Здесь мы можем только в худшую сторону выделить Promobot, которые указали порядка 5 секунд. Остальных все, в принципе, одинаково, то есть, это порядка 0,3-0,2 секунд, то есть, можно сказать, просто измерение моментальное. Далее, расстояние для распознавания. Здесь есть все-таки отличия, то есть, во-первых, это HickVision, который может распознавать температуру вплоть до 2 метров, что значительно отличается от других. Но есть все-таки одно большое «но», то есть, HickVision, помимо хорошей дистанции, также предлагает устройство для считывания карт, но, будем честны, если мы посмотрим на стоимость, она, как и у Promobot, к сожалению, сильно отличается от других решений. Здесь же все-таки, если отказаться от большой дистанции и стоимости, все остальные устройства, в принципе, оказываются на одном уровне, то есть, это примерно 100 тысяч рублей плюс-минус. То есть, здесь было именно сравнение у нас решений по бесконтактным терминалам. Далее я хочу с вами рассмотреть немного другое устройство, то есть, это именно тепловизионная камера, а точнее, даже не совсем просто тепловизионная, это именно гибридная камера в своем смысле, потому что у нее есть как основной сенсор, так и тепловизионный. Точность измерения такой камеры порядка 0,5 градусов без черного тела и 0,3 градуса с черным телом. Дистанция измерения вплоть до 3 метров. Также данная камера может определять наличие маски, и данная камера может все-таки выступать не только как отдельное решение, но еще и выступать в связке с НВРом и решать дополнительные задачи, например, подсчет посетителей. Здесь мы можем видеть веб-интерфейс данной камеры, то есть, изображение оптическое, также изображение с тепловизора, и справа мы видим статистику, то есть, это лица, которые были обнаружены камерой, с дополнительной информацией, и, конечно же, что нас больше всего интересует, с температурой, которая была измерена. Мы можем настроить на данной камере оповещение, то есть, это звуковое оповещение, также световое, то есть, за счет светодиодного освещения мы можем сделать звуковое, световое оповещение о том, что либо отсутствует маска, либо температура превышена, то есть, выше норм, порог, который, опять же, мы можем задать либо напрямую на камере, либо, если у нас настроена связка с видеорегистратором, мы можем сразу же на нем настроить это. Далее давайте рассмотрим сравнение с конкурентами, то есть, это Hikvision и Dahua, которые тоже, конечно же, занимаются данным вопросом и, в принципе, делают это чуть ли не первыми. Здесь мы видим то, что по стоимости в целом примерно один и тот же уровень, на небольшое отличие в розничном ценнике все-таки на стороне Омни. При этом, если мы рассмотрим разрешение тепловизора и основного модуля, здесь все-таки Омни показывает хороший результат, то есть, как оптический модуль примерно на одном уровне у Hikvision и Омни, то есть, все-таки побольше. У термомодуля здесь одинаково с Dahua, то есть, и тут, и тут хорошее изображение и хорошая точность распознавания температуры. Вижу вопрос по поводу определения гендерности. Здесь все-таки практически у всех решение одно и то же, то есть, это использование нейросетей, которые определяют. Есть небольшая погрешность, но в большинстве случаев все хорошо, и тем более, что эта информация, она все-таки будет внутренне, то есть, как использовать данную информацию, это все-таки будет в руках заказчика, то есть, это не будет афишироваться посетителем, поэтому никого это не должно смутить. Далее. Здесь это больше сравнение именно между решениями от Омни, преимущества тех или иных устройств. То есть, здесь мы можем посмотреть расстояние, как у нас отличается для распознавания. Точность здесь в целом, я считаю, что можно, в принципе, округлить и сказать, что она примерно одинаковая. Все устройства могут определять наличие маски, и оба терминала могут самостоятельно распознавать лица. Если говорить про камеру T74F, она может определять лица, распознавать лица, если мы используем ее в связке. Далее. Если мы говорим об отличительных особенностях, когда мы говорим про, например, FRT1, это именно такая отличительная особенность, что помимо того, что просто она измеряет температуру и наличие маски, мы можем установить данное устройство на входе для интеграции со SCUD, либо просто для фонового измерения, ну, то есть все-таки установить какую-либо табличку, либо все-таки если есть на входе какой-то человек, который занимается помимо проверки температуры другими задачами, то есть это нечто вроде для разгрузки данного человека, то есть такой фоновый контроль температуры и наличие маски. FRT2, как мы обсуждали чуть ранее, он, по сути, дает то же самое, но добавляет небольшой вот этот фактор надежности за счет того, что мы сканируем все-таки не лицо, температура которого сильно зависит от того, сколько человек находился на улице, а все-таки его запястье, которое чаще всего спрятано под одеждой и дает чуть более надежное измерение температуры. Когда мы говорим про камеру T74F, здесь все-таки больше возможностей с интеграцией, то есть данная камера, она может связываться с NVR, если требуется интеграция с WMS, это также, в принципе, возможно, и данная камера, чем она еще дает вот такое ключевое отличие от терминалов, она, во-первых, измеряет температуру на большом расстоянии, а во-вторых, с более высокой скоростью. То есть если нам нужно делать такой фоновый контроль температуры у большого потока людей, то есть данная камера все-таки будет более выигрышной, потому что мы не генерируем вот это вот очереди, скопление людей, то есть люди проходят практически так же, как и бы проходили и без этого, но при этом мы соблюдаем требования, измеряем температуру и проверяем масочный режим. Здесь мы еще раз взглянем на продукцию и, опять же, то есть, как я говорил, применение отличается в том, что у нас терминалы, это больше либо такой бюджетный сегмент, то есть это, например, какие-то частные лаборатории, медицинские центры, то есть где количество посетителей не очень большое за единицу времени, то есть именно поток, и чаще всего, будем честны, бюджет у таких инсталляций все-таки ниже. Поэтому здесь устройства могут быть установлены за более низкую стоимость, при этом давая довольно широкий функционал и не требующие обязательной интеграции с какой-то другой системой, то есть они могут работать просто автономно. T74F, она же больше дает нам возможности работы с большим потоком людей, чаще всего это торговые центры, аэропорты, вокзалы и так далее. Здесь чаще всего требуется все-таки большая скорость, большая дистанция, ну и так как инсталляции там более крупные, соответственно, бюджет там чаще всего все-таки позволяет установить и данную камеру. И что, опять же, немаловажно, так как чаще всего там уже существует какая-то система, данная камера может интегрироваться с существующей системой, чтобы дать именно комплексное решение, а не просто закрыть какой-то маленький вопрос. Я вижу вопрос по поводу роста, потому что он у всех разный, какая будет точность распознавания. Угол обзора данной камеры все-таки достаточно широкий, поэтому с установкой все-таки нет проблем. То есть если установить камеру примерно на уровне чуть выше человека, то есть порядка двух метров, он может все-таки захватить лица, входящих с ростом, скажем так, полутора метров, так и порядка двух метров. То есть проблем с этим не должно возникнуть. С распознаванием лиц все довольно хорошо. На этом все про термокамеры. Надеюсь, что это было для вас информативно. В дальнейшем, я думаю, мы не прощаемся. Если будут еще какие-то вопросы, мы можем позже их также обсудить, либо вы можете задать вопросы менеджерам, которые в свою очередь обратятся к нам. Спасибо за ваше внимание. Так, Антон. Уважаемые участники, спасибо за ваше время. Презентовали вам те новинки, которые, на наш взгляд, по нашему мнению, актуальны в условиях сегодняшнего дня, которые могут помочь вам доработать и решить проблемы насущной миры силы. За сим разрешите откланяться. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь к вашим менеджерам, как сказал Илья. Мы с радостью вам поможем. И запомните еще, пожалуйста, одно такое правило, в принципе, что камера ОМНИ – это гибкий инструмент вашего бизнеса. И в зависимости от проекта можно кастомизировать продукт, то есть доработать прошивку, либо сделать этот продукт как-то частью вашего бизнеса и прочее. То есть у продуктов есть несколько назначений. Одно дело – это когда вы просто используете это для установки, кому-то, либо когда вы используете это в своей корпоративной сети, например, либо когда вы хотите, чтобы продукция стала частью вашего бренда. Мы с радостью вам поможем в любом из данных направлений. Спасибо за внимание. До свидания. Всего вам доброго. Продолжение следует...